Доброе утро, сотрудники и воспитанники Центра образования номер 1858. В эфире последний в этой четверти выпуск ТВ 1858 и я его ведущая Дарья Юрченок. Начнем с радостной новости для нашего Центра образования. В сентябре 2016 года в Москве проходил этап всероссийского конкурса сочинений. От нашего Центра приняли участие 20 работ и победительницей стала москвитина Христина из 10-го Б, ученица Орловой Анжелы Геннадьевны. Ее работа «Красноречие великого немого», написанная в жанре эссе, посвящена году кинематографа и отражает взгляд на экранизацию русской классики в отечественном кино. Поздравляем Христину с победой и желаем дальнейших творческих достижений. Для тех, кто еще не определился с будущей профессией, свои двери открывает Московский университет МВД, который готовит специалистов на девяти факультетах. Курсанты обеспечиваются формой и получают довольно большую стипендию с последующей индексацией. Тем временем наши пионеры снова провели экологическую акцию и собрали мусор у Москвы-реки. Такими темпами Капотня станет самым чистым районом. Так держать, пионеры! В прошлый вторник директор вместе с корреспондентами ТВ-1858 и представителем родительского комитета участвовал в передаче, посвященной успешной профориентации современных школьников. Оппонентом директоров и школьников выступил известный художник Никас Сафронов, который также оценил работы молодых художников, дал им полезный совет и пожелал успехов. А теперь давайте же познакомимся поближе с нашим новым руководителем. Уважаемые обучающиеся, родители и коллеги! Меня зовут Валерий Анатольевич Тихонов. Я являюсь директором Центра образования 1858 с 12 октября 2016 года. Наш Центр образования всегда отличался своими добрыми традициями, достойным уровнем образования, хорошими педагогами и интересной работой в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности. Свою задачу как директора, прежде всего, вижу в том, чтобы продолжить создавать в Центре все условия для интересной и насыщенной жизни учеников и учителей в творчестве, учебе, профессии. Каждый из нас должен любить и ценить наш Центр, двери которого всегда открыты для детей и родителей, друзей и единомышленников. Уважаемые педагоги, я желаю вам как можно больше хороших учеников, благоприятных условий для творчества в вашей нелегкой работе. Дорогие обучающиеся, пусть каждый год пребывания в Центре будет ярким и созидательным для вашей успешности. Будущее, несомненно, за образованными людьми. Уважаемые родители, большое спасибо за доверие, поддержку и понимание значимости связи семьи и школы. Желаю вам терпения, ведь воспитание ребенка – это кропотливая и нелегкая работа, которую необходимо выполнять сообща. Процветание и благополучие Центру образования 1858. Что ж, теперь можно перейти к нашим рубрикам. Поверьте, вас ждет много интересного. Приятного просмотра! Доброе утро! С вами Ксения Ведерникова. И мы продолжаем путешествие по удивительным местам нашей необъятной родины. Сегодня главным героем выпуска стал город на Неве – Санкт-Петербург. Согласитесь, когда заходит речь о путешествиях по России, первым в голом приходит именно Питер. И не просто так. Основанный самим Петром Первым город является собой богатейшее наследие российской и мировой культуры. Вдохновившись европейскими столицами, император решил построить город абсолютного нового для России типа. Из камня, с прямыми улицами, на которые выходили фасады домов, с набережными, музеями и парками. Например, Петр развил летний сад и специально для него выписал из Италии скульптуры. До этого в России не было пространств, где люди могли бы гулять, общаться друг с другом и смотреть на что-то красивое. Также Петр создал здесь первый российский музей – кунсткамеру, которая должна была знакомить посетителей с тем, как устроен мир. В 20 веке Санкт-Петербург тоже сыграл важную роль в истории, считая ровно 99 лет назад. 25 октября 2017 года крейсер «Аврора» сделал холостой выстрел, ставший сигналом к началу штурма Зимнего дворца польщевиками. Вскоре уже в СССР Санкт-Петербург был переименован в Ленинград. В наши же дни город на Неве вернул себе свое название, и выстрелил здесь больше не звучат. Санкт-Петербург ждет гостей в любое время года, но особенно здесь красиво летом. Это и уникальные фонтаны, и белые ночи, разводные мосты, эрмитаж, Исаакиевский собор, красивые набережные и уютные кафе. Еще одним поводом посетить северную столицу – это сверхскоростной поезд с Апсами. Всего за 3,5 часа поезд замчит вас из Москвы в Санкт-Петербург. Для школьников и при покупке билетов заранее действуют скидки вплоть до 50%. На сегодня все. Я передаю слово следующему ведущему. Доброе утро! С вами снова я, Владимир Шушвалов, и наша новая рубрика «Слово дня». Каждый день мы используем одни и те же простые слова – норм, ок, прикольно, лоу и так далее. Но согласитесь, во взрослой жизни это не прокатит. Ведь чем разнообразнее у человека речь, чем он эрудированнее, тем больше его будут уважать в обществе. Поэтому мы решили ознакомить вас с интересными словами, которые всегда можно будет применить в разговоре. И начнем мы со слова «квинтэссенция». В различных толковых словарях квинтэссенцию трактуют как основу, самую сущность какого-либо предмета или явления. Чтобы понять происхождение этого интересного, сложного для написания слова, необходимо обратиться к античности. В Древней Греции принято было считать, что все одушевленные и неодушевленные предметы состоят из четырех стихий. Вода – гидросфера, огонь – магнитосфера, воздух – атмосфера и земля – литосфера. А различие между этими пяти стихиями состоят в пятом элементе, который выделил Аристотель. Он считал, что отличие между животным и миром растительным объясняется наличием в их составе пятого элемента – эфира – квинтэссенции. В современном мире значение слова «квинтэссенция» немножко изменилось и обозначает самое главное в любом живом и неживом предмете реальности. Например, квинтэссенция рассказа – его суть, квинтэссенция мужского характера – надежность, квинтэссенция теста – мука, квинтэссенция львиного характера – сила и так далее. Таким образом, хоть и в немного измененном виде, мы каждый день слышим и употребляем это красивое и сложное слово «квинтэссенция». Изучение значения слова «квинтэссенция» и было квинтэссенцией нашего выпуска. Спасибо за внимание! Доброе утро! В эфире «Викенд» и сейчас я расскажу, какими мероприятиями можно разнообразить в ведущие каникулы. Ночью 3 ноября москвичам будет не до сна. Да и как можно спать, когда в столичных галереях, музеях, театрах и на других культурных площадках пройдет около 300 творческих мероприятий. На ночь искусств всех не спящих ждут ночные концерты, экскурсии и мастер-классы. В ночных событиях принадлежит участие около 270 учреждений культуры, каждый из которых подготовит особенную программу для своих гостей. А теперь о новинках кино. Уже 27 октября в прокат выходит мультфильм «Тролли». В нем рассказывается об удивительном красочном мире, населенном уморительными и незабываемыми персонажами троллями. Знаете, почему я живу в круто замаскированном бункере? Потому что прямо за дверью меня подстерегает кошмар. По имени Розочка. И раз, два, три, четыре! Дримворк с тролли. Также всем любителям киноселенной Марвел предлагаем сходить на фильм «Доктор Стрэндж». Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. А на этом все. Если вам интересно узнать о всех мероприятиях столицы, посетите сайт kudagow.com. Там вы точно найдете себе мероприятие по душе. С вами была Баранова Аня. Удачных вам каникул! На сегодня все. Желаем всем успешной учебной недели. И напоминаем, что дворянское собрание будет в среду, 26 числа. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok